Олег, как мне снизить списание? Используем методику старт-продаж. Что это за методика, как она работает, как влияет на выручку, на списание, ее плюсы и минусы, мы рассмотрим в этом видео. Приветствую, меня зовут Олег Бродин, я являюсь основателем сети Фамильная Пекарня. И прежде чем мы перейдем к основному контенту, я напоминаю вам, если вам нравится это видео, этот раздел, то подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы не пропускать следующие видео, поставьте также еще и колокольчик. Методика старта-продаж – это объявление о начале активных продаж определенного вами продукта с определенного времени. Давайте конкретно разберем пример. Допустим, у вас к 18.00 каждого товара осталось по 5 штучек, а один товар выбивается и у него 20 единиц. Допустим, это была ватрушка. И вот в 18.00 вы объявляете, что наступает старт-продаж. Старт-продаж именно ватрушек. С этого момента продавец обязан предлагать каждому клиенту именно данный продукт. Скорее всего, если у нас какой-то продукт остался в большем количестве, чем другие, ближе к концу смены, то с большей долей вероятности мы его и не продадим, и он останется у нас на остатке-списании. И если мы его начинаем активно продавать, то с большой долей вероятности мы снизим количество остатков, нежели если бы мы продолжали пассивно работать с этим продуктом. Как внедрить методику старт-продаж? Вспоминаем, что управление – это планирование, организация, мотивация, контроль. Что мы должны спланировать? Во-первых, обучение. Когда мы будем обучать продавцов, обучить нам нужно обязательно всех продавцов. Какому времени мы будем объявлять о старте-продаж? Как будет определяться продукт, который должен войти в методику старт-продаж? Как мы будем получать обратную связь, контролировать продавцов? И что мы будем делать, если методика не сработала? Организация – это приведение плана в исполнение. Единственное, что нам нужно еще определиться с ресурсом, который нам понадобится. Например, это телефоны и WhatsApp-чаты, либо Telegram-чаты. Например, это ERP-система, через которую мы сможем смотреть на остатки. Если у вас нет ERP-системы, которая не отражает остатки каждый час, возможно, это фотоотчеты. Мотивация – это морковка сзади, морковка спереди. Конечно же, она должна соответствовать вашей системе мотивации. Это не обязательно речь идет о примировании, либо депримировании. Фактически, когда человек соглашается работать у вас, он соглашается на выполнение трудовой функции, он уже обязан это делать. Я вообще не люблю штрафы, но считаю, что любой сотрудник обязан компенсировать убытки, которые несет организация за неисполнение трудовой функции. То есть, если был объявлен старт продаж, продавец обучен, умеет, знает, как это делать, но почему-то не стал это делать, например, засаботировал, то продавец должен компенсировать то, чего мы не достигли в результате данной методики. То есть, выкупить продукцию, которая осталась на списание. Если попробовать воспроизвести день работы методики старта продаж, то в определенное время, это может быть 18, 19, 17.00, в зависимости от вашего режима работы, управляющий объявляет старт продаж того продукта, который остался в большем количестве на вашей витрине. Либо, может быть, у вас есть другие критерии. К примеру, у вас есть продукты с большой себестоимостью, и вам кровь из носа их нужно продать, потому что вы угорите просто-напросто от списания сырья. Управляющий получает подтверждение от продавца, что действительно он принял эту информацию, и старт продаж запущен. К концу смены приезжает управляющий, смотрит, что осталось фактически на витрине. И если он видит, что данный продукт исчез с полок полностью, то есть было все продано, значит методика продаж достигла своей цели. Если остатки имеются на витрине, то проводится разговор с продавцом, уточняется, почему остатки есть на витрине, продавал ли он каждому клиенту, и фактически нужно проверить запись всех продаж в этот период времени. То есть удостовериться, что продавец действительно предлагал каждому клиенту данный продукт. Если по результатам просмотра видео мы видим, что продавец предлагал действительно всем данный продукт, то вопросов к нему нет. Если же продавец не предлагал, то мы должны вернуться на пару видео назад, и выяснить, почему персонал не выполняет ваши задачи. В чем плюс данной методики? Понятно. Мы снижаем списание. Более того, мы тренируем наших продавцов на дополнительные продажи, потому что действительно здесь должен продукт предложен быть каждому клиенту. Из-за того, что продукт предлагается каждому клиенту, у нас еще и должна расти выручка. Какой минус у данной методики? Считаю, что минус один. Работать надо. Давайте откровенно. Если у вас не запущены дополнительные продажи, то есть вы не предлагаете каждому клиенту конкретный продукт, то с большой долей вероятности и методику старта продаж вы не запустите. Вам каждый день нужно проверять наличие остатков к определенным часам. Вам нужно запускать эту методику, Вам нужно контролировать фактически остатки. Вам нужно спрашивать с продавцов, почему эти остатки имеются на витрине. Вам нужно просматривать камеры, если вы считаете, что продавец не отработал на все 100. И вам нужно проводить работу с продавцом. Это нагрузка на вас и нагрузка на продавцов. А самое частое оправдание, которое я слышу, я не хочу давить на продавцов, потому что они уволятся и мне придется самому стоять за витриной. Здесь уже ваш выбор, хотите ли вы снижать списание, увеличивать выручку с помощью этой методики. Либо вы хотите работать в комфорте, по крайней мере, я дал вам эту методику и вы уже можете ее использовать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч. Пока.